Дом на пересечении улиц Садовой и Вилоновской должен был быть построен еще 7 лет назад. До сих пор большинство этажей просто не возведено. Оконные рамы стоят пустыми. Там, где стекла все-таки вставили, они уже разбиты. Смогут ли когда-нибудь сюда заселиться жильцы? До сих пор на этот вопрос ответа никто не дает. Банкротство застройщика, смерть бывшего управляющего стройкой в тюрьме, рейдерский захват дома, того, что пережили дольщики компании «Средневолжскстрой» с лихвой хватит на детективный роман. В 2011-м жители пытались сами достроить свой дом. Помешали лишние этажи. Застройщик решил заработать по максимуму и настроил лишнего. Проблемному объекту потребовалась дополнительная экспертиза. По словам дольщиков, разрешений на строительство их многоэтажки до сих пор нет. Долгострой в сухом остатке. Многие у нас, как говорится, живут на съемных квартирах. Как говорится, взяли средства в кредит. Кто-то продал жилье. И хотелось бы, конечно, услышать помощь от города, чтобы нам помогли с достройкой. Они называют себя дольщики второй волны. Их дома не успели попасть в областной реестр для обманутых соинвесторов. История у всех почти одинаковая. Меняются имена, название фирмы и подробности нарушений. Дольщики готовят обращение к областным властям и Следственному комитету. Их задача – привлечь внимание к своим проблемным объектам. Механизмы вроде известны. Государство уже выделяет миллиарды, чтобы заинтересовать застройщиков достраивать проблемные долевки. В прошлом году в Самаре удалось наконец сдать 14 таких объектов. Тем дольщикам повезло. Эти же собираются переходить к публичным выступлениям. 26 февраля планируют провести митинг. Собирается большая инициативная группа людей с разных проблемных строек, которые говорят об одном и том же. Что проблема решается очень с большим скрипом. И в том числе правоохранительным органам много вопросов. Место проведения митинга пока уточняется. Предварительно на участие заявлено 500 человек. Анастасия Зубарева, Мурат Гасанов. События. Продолжение следует...